Привет, молодые люди, меня зовут Шоки, это новая серия обзора клубов. Сегодня мы посмотрим интересный клуб, где ценник за один час стоит 20 рублей. Чтобы вы понимали бы, средний ценник по всей России это 70 рублей. И самое главное, что здесь монитор 240 Гц. За что и как это все работает, мы сегодня проверим. Мне очень интересно, возможно, есть в каком-то моменте подвох, и там даже нет 200 фпс. Это новая серия клубов, погнали. Так, сразу говорю, я в этом клубе не был, про этот клуб не знал. И сейчас будут первые эмоции и первое общение с админами. И вот я первый раз его вижу, я даже фотки не смотрел. Я просто знал, что здесь все это очень дешево. Во-первых, админа здесь нет, поэтому давайте засекать, сколько времени мы будем ждать, пока он придет. Никаких штучек для того, чтобы вызвать здесь нет. Время пошло. Они, оказывается, бронируют компьютер. Прямо сейчас, чтобы здесь есть? А админа нет, это адекватно? Ну, не знаю. То есть, если админа нет, нужно заказывать через терминал. Это удобно? Вообще, тут надо либо через интернет бронировать. А мы сейчас пришли, либо через терминал, либо через сайт их. Окей, это удобно? Ну, я в прошлый раз так бронировал. Сейчас мы не можем еще найти, только на ночь показывали, поэтому ждем тоже. А, он только ночные? Да, он пришел. Так, сейчас посмотрим. Две с половиной. Привет. Здравствуйте. Мы хотим ролик записать про обзор клуба Tekken. Мы просто пройдемся, посмотрим. Самый прикол в том, что ценники же очень дешевые здесь. Нам интересно посмотреть, почему так дешево, стоит ли вообще это все дело. Давайте посмотрим. Можно тебя спросить сразу, почему так дешево? Это такой маркетинговый ход, который временно закончится, либо это вы окупаете как-то? Это большая сеть, может себе позволить. То есть они идут осознанно в убыток? Почему в убыток? То есть они окупаются даже с 20 рублями? Даже с 20 рублями, конечно. Можно забронировать комп, который самый дешевый здесь, ну именно за час. Стандарт за 20 рублей есть, и премка есть, два компа. Давайте стандарт за 20 рублей. Через терминал все. Я понял, хорошо. Тогда сейчас будем разбираться. Выдать чек с кодом, как он здесь на чек вносится сумма, с этим чеком можно за любой компьютер, в зависимости от того, где он находится. То есть на чеке может быть 100 рублей, просто с этим чеком может и в стандарт пойти, это будет там 20 рублей. Хорошо, то есть я сейчас закидываю сюда, как? Через игру приемника. А, только наличка? Только наличка, да. А по карте? Я знал только через сайт. Да ладно. Только наличка. То есть не было ситуации, когда человек просто пришел поиграть, они должны именно записываться? В смысле записываться? Ну в плане рандома? Нет, просто они пришли, например, с наличкой, закинули, взяли чек. Ну ладно. Закидываем 100 рублей, и я хочу 80 рублей сдачу. Сдачу не выдаем. Деньги остаются на чек. А, вот как. Да, и потом вы создаете личный кабинет, и можете перекинуть туда эти деньги. Блин, ну это же неудобно. Никто пока не жаловался. Ладно, хорошо, все, нам дали чек, этот код я вожу за любым компьютером. За любым, да, свободным компьютером, и здесь можно посмотреть, что есть свободного. Так, 44-й компьютер, по сути можно его включать. Да. Так, давайте сядем. Так, сейчас я вожу, получается, по коду, хорошо. Так, все, готово. Так, в общем, вот мои 100 рублей, я нажимаю купить и блок времени, у меня выбран компьютер стандарт, конец работы 19.11, то есть у нас ровно час. Получается, нажимаю начать. Так, все, у меня включается сразу же ВКонтакте Тайкина. Хорошо, я сейчас хочу поиграть просто в CSGO, я хочу поиграть в CSGO. Так, в общем, все, мы запустили CSGO, и на самом-то деле, по первым впечатлениям, компьютер работает быстро, правда, быстро. Сейчас посмотрим, вот на самом-то деле, Сабишок ДМ, это тот вариант, который будет показывать, насколько компьютер мощный, либо слабый. 240 герц? 240. Сейчас проверим, что у нас будет по FPS. 200 FPS. И у нас графика высокая, даже внутри содержится. Я серьезно скажу, я чувствую 240 герц, я вижу то, что FPS есть, и он стабильный, тем более на нашем ДМе, который очень, не у всех он нормально работает. Я сейчас удивлен, на самом-то деле. Короче, ребят, я на самом-то деле удивлен. Вот именно в CSGO поиграть, это очень комфортно, FPS достаточно, плавности много. По компьютерам здесь прям точно топ, именно для комфортной игры в CSGO, если говорить. Мне кажется, они взяли стоимость девайсов и внесли ее в компьютеры. Но вот по девайсам, вот именно по наушникам, я не знаю, что это за компания даже, я их первую вижу. Но они ощущаются дешево, и звукоизоляции вообще нет. Клавитуры у нас такая же компания. По клавитуре могу сказать то, что на самом-то деле, любая клавитура, она докладная, то есть здесь плюс-минус можно играть. Мышка похожа немного на зови, именно по как она выглядит, даже по материалу. Но есть ощущение того, что она чуть-чуть дешевле. По мониторам LG, насчет монитора, вообще на самом-то деле это играбельно максимально. Но опять же про девайсам, у меня осталась та же инфа о том, что они, конечно, не очень. Ну а по коврику, материал на самом-то деле неплохой, то есть коврик у нас тоже играбельный. Так, насчет характеристик компьютера. Сейчас они у вас будут на экране. Но могу сказать точно то, что в CSG я себя чувствовал максимально комфортно и никаких проблем не было. Так, короче, я хочу взять рандомного челика и спросить. Бро? Бро-бро-бро-бро-бро. А? Расскажешь, пожалуйста, два минуса, которые здесь, в этом клубе? Не расскажу, мне все здесь нравится. Тебе купили, да? Нет, меня не купили, я тебе серьезно говорю. Можешь сказать по секрету два минуса, которые находятся в этом клубе? Нет. Их нет? Только жарко бывает. Жарко бывает? Хорошо, я тебе задал, спасибо. Можешь сказать два минуса, которые в этом клубе? У меня, правда, от моего рук не нравится девайс. Угу. То есть именно мышка. Да. Потому что у меня такая... У тебя большая рука, да, рука? Да, да, да. Такая веревка. Вот. Окей, девайсы. И вторая причина? Минус вторая причина. Ну, в принципе, вторая причина нет, но меня вообще не устраивает. Окей, спасибо большое, бро. Давай. Ну и самое интересное, что здесь есть арена. Неплохо. Ну, тут квадратов около 300. Насчет арены. Такое редкое, замечаю. Здесь у нас мониторы ZOVI. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Мониторы игровые ZOVI 240 Гц, 100%. Здесь идет трансляция твоих же мониторов. И, наверное, здесь какие-то мероприятия устраивают. Это круто. Давайте посмотрим. Это круто. Здесь можно проводить реально турниры. Огромный проектор. Хорошие мониторы, хорошие компьютеры. У меня большая рекламная интеграция. Наконец-то я зайду в джекпот и сейчас поставлю 3 доллара на эту игру. Ну что ж, пошла игра. Осталось 3 секунды. В общем, я сейчас с вами ставлю первую ставку. И здесь я проигрываю, выигрывает или выигрываю. Здесь я выигрываю. Так, ну что ж, я поставил следующую ставку. 82% и 12 долларов. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас будет. Слушайте, давайте я нормально зайду на этот сайт, потому что мне с этой аватаркой уже стоит наиграть. Так, и здесь Куала, Собака, Наруто. Кто-то из Наруто. Так, и выиграю здесь опять же я. Окей. Мне нравится. Нравится мне это. Так, ну и давайте здесь посмотрим, что будет. Здесь я проигрываю, выигрывает Наруто. Ну ладно, не всегда же побеждать. По сути, мы выиграли две ставки, последнюю проиграли. Но в любом случае, я вам показал, как это все работает. Вы можете также попробовать. Здесь, по сути, люди ставят маленькие суммы. То есть, охотной билет здесь маленький. Ссылка на сайт есть в описании. Но не забывайте, что при вводе промокода SHOK вы получаете плюс 5% к депозиту. Мы сейчас стоим возле VIP-ки. И на сколько отличаются компьютеры по железу? И вообще, что там отличается? Ничего? Воздух. Компьютеры железа. Так, воздух. Мониторы те же, девайси те же. Да, девайси те же, мониторы те же. То есть, они платят за что? Они платят за то, что они закрыты? Они платят за то, что у них воздух есть? Да. Ну, больше. Просто вот так получилось. Да, хорошо. Так получилось. Вот так вот. Какие вообще бывают здесь неприятности? Может быть, воруют? Какие вообще были ситуации? Вот на твоем опыте. Последняя ситуация какая? Мы купили наушники, клавиатуру, мышку, вернули в тот же день. Вы как это добились? Воришки-дебилы. Камеры? Да, камеры везде стоят. И как вы нашли? Они нашли под своим аккаунтом, к которому привязано фамилия, имя, отчество, номер телефона и страничка ВКонтакте. Сколько лет? 19-го он был. Да. И без никаких дел сразу вернул? Без никаких дел, да, да. Его сестра вернула все. В тот же день. Извинилась за брата. Да. А какая сумма ущерба была? Ну, эти девайсы в сумме сколько стоят? Около 14. Понял. А, у вас есть премиум, вип и стандарт? Да. То есть... Еще есть два буткемпа. Еще есть место? Еще есть два. Хорошо, подождите. Стандарт стоит 20 рублей. Стандарт стоит 20 рублей. Дальше. Открытое место, это чуть выше, чем стандарт, и он стоит 30 рублей. И вот этот крутой, где есть воздух, это сколько стоит? Это стоит 40. Это 40 рублей. Все, я понял. Хорошо, и буткемп это что? Буткемп это на 5 машин комнаты. Два туалета на 110 человек? Да. Ну, очередей нет. Никогда не было. Иногда может бывает, но в целом нет. Ребят, что я могу сказать? Посмотрели мы весь клуб. В целом, могу сказать, неожиданно, но мне он понравился. В плане, если вы не хотите подчилить, тут нет кальянов, тут нет еды, ты просто приходишь, играешь за очень маленькую сумму. То есть, если вы хотите именно какой-то чил, то нужно выбрать другой клуб. Но если просто поиграть выгодно и на хороших показ, хорошим фпс, то это хороший вариант. Я сильно удивлен и доволен, что в Питере такое место есть, где можно комфортно, бюджетно поиграть. Но единственная проблема этого клуба – это девайсы. А так было бы все просто шикарно. Получается, схема таких дешевых компьютеров, она рабочая? Да. Она обуславивается тем, что берет количество. Берет количество. Ну и последнее, насколько сильно вас ударил карантин? Какие у вас ущербы клубу финансовые? Где-то, наверное, я даже приятно, около 1,5-4 миллиона. Вы были к этому подготовлены? К этому никто не был подготовлен. Но, наверное, за счет того, что все-таки сеть большая. Ну, зачем вы подготовлены? Кто не подготовлен, они бы закрылись? Да. А сейчас я пройдусь по клубу и увижу первый человек, который на себе шоке, подарю ему премку на месяц. Поэтому давайте начинать поезд. Так, дота, дота, дота. КСГУ обычно. Фейсит, 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 фейсит. Так. О, вот он. Все, мы нашли человека на себе шоке. 193 на 115. У тебя двойчик, молодой человек. У тебя премки нет. Поэтому давай я прямо сейчас, знаешь, что сделаю? Я тебе подарю сейчас на месяц. Короче, все, прямо сейчас я передал ребятам. У тебя будет премка через минут 5. Ну все, давай. Я вижу твои эмоции, ты рад, но не надо скрывать. Мой вердикт. Клуб нормальный. Ну а сейчас я с тобой прощаюсь. Я буду искать новые интересные клубы. Возможно, поедем в Сочи. Потому что сейчас там пик, там интересно. И посмотреть можно, что у нас там горячее, есть какой-то клуб или нет. В общем, спасибо. С вами был Яшок. Не забудьте подписаться на этот канал, ведь нас совсем скоро 4 миллиона. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok